Сегодня я хотел поговорить про ТОР и ЭКСТ над З, то есть когда у нас постабельная группа ТОР, ЖАШ и ЭКСТ, ЖАШ и всякие разные свойства. То есть фактически мы решаем задачки. Первая задачка такая. ЭКСТ, АЖ плюс АЖ штрих, ЖАШ, ЗАМОРХНО, ЭКСТ, АЖ, Плюс ЭКСТ, АЖ штрих, ЖАШ. Напомним, как определялся ЭКСТ у нас. Что такое ЭКСТ АВ? Мы берем свободный жарец группы А, правильная группа А0, F0, F1, F2, и так далее. И берем хомы теперь в группу В. и так далее. Получаем такой комплекс. И так далее. Уже 0 стоят. Поэтому дальше можно не писать, потому что гомологи будут нулевые. Просто будут нулевые члены. вот. И, собственно, вот если теперь я это зачеркиваю и пишу 0, тогда вот на этом месте у меня получается просто хом в гомологиях АВ, не сложно проверить. А вот на этом месте получается ТОР1 АВ. АВ, да, извините, ЭКСТ. ЭКСТ АВ, которые есть ЭКСТ АВ. Вот. Значит, как мы будем доказывать это свойство? Ну, оно не сложно доказываться. Мы для группы H выбираем свободную резольвенту. И для группы H' выбираем тоже свободную резольвенту. Вот. Что такое целого резольвенту? Это когда группы свободны и последний раз является ацикличные, то есть гомоги и нулевые. Теперь, если я возьму прямую сумму, то прямая сумма целого целая группа — это свободная группа. Поэтому получается и прямая сумма комплекса — это комплекс. И прямая сумма цикличных комплекса — это снова цикличный комплекс. Значит, получается, что у нас для H' плюс H' получается прямая сумма этих комплексов. Ну, а теперь если я возьму и на все это навешу H' G, когда конечная свободная сумма, можно сказать так, что H' H' плюс H' плюс H' плюс H' плюс H' плюс H' плюс B' это не сложно для конечных прививок сумма, это верно. Поэтому получается, что здесь будут стоять просто H' уже какие надо для свободного жарима — это вот так вот группа H. А так как H' распадается вот под такую сумму, то гомология такого комплекса равна прямой сумме гомологии этого комплекса. Получается у нас, в частности, на первом месте то, что получается — H' это вот получилось совсем просто. Да, здесь будет свойство 1. Теперь свойство 2. Что если h это свободная Абельева группа, следовательно для любого g, ext hg равен нулю. Просто надо выбрать самую короткую заобьенную, h в 0, в 0, потому что h это свободная группа, это будет f0, а это будет f1. Ну и в чтении f1 мы уже имеем 0, то есть при применении х получаем 0, поэтому ext будет 0. Это еще более понятное утверждение. Так, теперь третье утверждение. Что ext z n g из аморфин g по n g. То есть в Абельевой группе умножение на n g является гоморфизмом, поэтому это подгруппа, но в Абельевой группе является нормальной, значит, это Абельева группа тоже. Что-то получается вот так. Ну, как это делается? Значит, у нас надо построить свободную визуальность без от m. Ну, вот она строит свободную. Это z, z умножение на n, 0. Вот такая короткая свобода это делает. Теперь, если мы навесим на все это дело хомо, здесь мы берем 0, потому что мы заменяем то, что здесь было 0, а здесь берем хом g, z g, здесь хом z g, ну, сюда 0, сюда. Вот надо понять, какое это утверждение будет здесь. Если вы возьмете, что такое хом z g, это гоморфизмы группы z в Абельевой группе g, они все определяются значение на единицы, правильно? Поэтому это g. Это снова g. Ну, несложно понять, что здесь будет умножение на n. Потому что в n раз увеличивается, здесь в n раз увеличивается. Вот. Значит, получается, что надо взять кер, вот в этом месте надо взять гомологию, то есть ядро вот такого отображения – это g, а образ этого отображения – это n g. Значит, получается g по n g. И в качестве следствия, важного следствия из этих пунктов, давайте, будет следствие 4. Следствие 4. Что если h, наша конечно порожденная Абельева группа, то сюда вытекает, что ext h, z, да, не пассажир z. Завал что следующее. Это надо взять следующее. В общем, это будет, значит, кручение группы H. Значит, это будет просто-напросто кручение группы H. Почему это так? Что такое H? Это z в какой-то степени b плюс z n1 плюс z n2 плюс z ns. Правильно? Вот. Теперь, если я на это все навешиваю ext, то у меня по первому свойству все распадается на сумму ext. Это дает 0. А каждый это дает по этому правилу, соответственно, z фактор pi n1 z. То есть снова z n1. Ну и это дает z n2, z ns. То есть получается, что ext от конечно порожденной группы H, z, это просто подружка кручения в H. А какое теперь мы можем вывести еще одно важное следствие? Такое. Значит, у нас есть форма универсальных коэффициентов. Какая у нас есть форма универсальных коэффициентов для гомологии? Для когомологии, выражающихся через гомологию из коэффициентов z. Вот где ext участвует. Значит, что у нас есть 0, ext, hn-1 от x, g, hn-1 от x, g. И это все в хом, hn-1 от x, g это в 0. Расщепим на короткую точную последовательность. Ну а теперь, допустим, у нас, допустим, для данного n, у нас две группы, вот эта группа и вот эта конечная порожденная объемная группа. Можно считать, что вообще x это конечный комплекс, скажем, да, все группы конечная порожденная, да. Можно считать, что x это, скажем, клеточный комплекс с конечными острыми, это тоже все группы порожденные, конечная порожденная. Ну, в общем случае, предполагаем, что вот для данного n, это и эта группа, конечно, порожденная. Тогда чему изоморфна вот эта группа? Она изоморфна прямой суммейте, потому что расщепляется точная последовательность. Но, что такое хом, если я возьму здесь z, здесь z, здесь z, здесь z. То есть, как галактика из коэффициентов z. Если вы берете хом, вы берете z в степени b плюс tn, это n на кручение этой группы. Если вы берете хом, z, то кручение просто умирает, вы не можете куда видеть, а это дает в точности z в степени b. Значит, это изоморфна z в степени b. А что здесь получается? А здесь только что мы показали, что x в конечном поражении группы z, это кручение. Значит, это изоморфна tn-1. Ну, значит, tn-1. То есть, получается, что hn от xz у нас изоморфен z в степени bn. vn, это n на часовой бейте, да, это размерность, ранг группы гомологии, да. Прямая сумма с tn-1. Вот это одна из самых важных формул в логологической топологии. То есть, если n-минус, надмерная группа гомологии n, конечно, порожденные, то n-я группа когомологии z, это изоморфна z в степени bn, плюс n-минус первое кручение. Теперь давайте посмотрим, что получается, если у вас, скажем, все группы будут, конечно, порожденные. Все группы будут, конечно, порожденные. Тогда у вас что было? Ну, скажем, и x было, скажем, линейно связанное пространство. Когда h0 от x это z просто, да, дальше идет h1 от x, стабилизация p1, h2 от x, так далее, hk от x, так далее. Так вот, чтобы получить когомологию z, надо взять свободную часть всех этих групп, а кручение… Здесь кручения нет, она никуда не надевается, а кручение сдвигается на единичку вправо. Кручение сдвигается на единичку вправо. Вот такое важное средство из формул универсальных коэффициентов и свойств x. Так. Теперь давайте дальше идем. Шестой пункт такой. Шестой пункт такой. У нас наши расщепляющиеся точные последствия, они естественны по предображениях комплексов. То есть если у нас есть два комплекса свободных агрегрупп, c и c' – это комплексы свободных агрегрупп. То соответствующая вот эта последовательность, вот эта вот, она расщепляется не функционально, не естественно, но сама по себе она естественна, то есть все отображения они коммутируют. То есть мы получаем вот такую квадратик, такую последовательность. Ноль. Экст. Ноль. Экст. Ноль. Ноль. Экст. Ноль. 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 Здесь идет соответственно альфа со звездочкой. Если у нас было альфа с цепной отображением, произвольной цепной отображением, то альфа со звездочкой отображают и к гомологии, а что происходит с хомами. По уровню гомологии отображение идет вниз, абатомона на уровне, когда мы берем хома уже, отображение идет вверх, поэтому стрелочка будет такая. с звёздочкой, со звёздочкой. И здесь то же самое, с звёздочкой, со звёздочкой. Так вот, это естественный, то есть все эти квадратики коммутативны. Отсюда возникает такое следствие, пусть оно будет номер 6 такое, что если вот эта середина стрелочка, если эта середина стрелочка являлась изоморхизмом любого n большего нуля, то тогда, если альфа со звёздочкой был изоморхизм hn от c в hn от c штрих, если вот это отображение было изоморхизмом или любого n большего нуля, то есть отображение в самих комплексах индуцирует изоморхизм гомологии, то тогда получается, что вот это изоморхизм, правильно, ну потому что все эти функции реально зависят от альфа, от альфа, это получается изоморхизм, и это получается изоморхизм. Вот. А значит и вот это получается тоже изоморхизм. Всему левому пяти гомоморфизмам. Здесь можно вот так продолжить. Пять гомоморфизмов, строки точные. Это изоморхизм. Это изоморхизм. Значит, это тоже изоморхизм. Значит, а сейчас сейчас получается такое следствие, что если у нас альфа индуцировал, альфа — это цепное изображение в свободных амилевых групп, индуцировал изоморхизм гомологии с коэффициентами в z, то оно индуцирует изоморхизм когомологии с коэффициентами в любой амилевом группе g для любого n. То есть следующее, что альфа со звездочкой hn от cg, отражается ваш n cg из-за любого n больше на другого. То есть из естественности, то есть, грубо говоря, то же самое будет с гомологиями. То есть если ваше пространство, и это все можно принять как пространство, то заменяем комплекса на комплекса соответствующих гомологий, на соответствующих комплекса свободных амилевых групп, связанных с пространством. То есть если у вас отображение какое-то F, скажем, индуцировал изоморхизм в цвочистных гомологиях, то в когомологиях будет индуцировать с любыми коэффициентами тоже изоморхизм. Ну и то же самое с гомологией с любыми коэффициентами уже. Поэтому Z — это универсальная гомология. То есть их отображение определяет полностью. Вот если это изоморхизм, то изоморхизм с любым коэффициентами будет. Так, хорошо. А теперь давайте поговорим про торы. Про торы там тоже много всего интересного. Силевой пункт такой, что тор... Наша цель — это научиться вычислять тор АВ. Да? То есть научиться вычислять тор АВ. Так вот здесь такая приятная первая сумма, что если у нас размножено А на прямую сумму, неважно какую, конечную, счетную, несчетную, неважно. Бшик — это изоморхно прямую сумму по И, тор АИТВ. Так, значит, как это делается? Ну, в принципе, делается несложно. Значит, мы для каждой группы АИ выбираем ее свободную резольвенту. Нолик, нолик, ИТ, F1, ИТ, и так далее. Тогда если мы берем здесь прямую сумму, то прямая сумма — резольвент. Даже в бесконечном количестве стола будет прямой сумма — резольвент. Свободность при этом сохранится, потому что прямая сумма свободна. Вот. И после этого, когда мы получим прямую сумму — резольвент, мы навешиваем функтор TENSOR-G. TENSOR-B. Вот. Ну а дальше надо такую схему, что если у вас есть сумма, скажем, каких-то групп D, И, ТФ, ПА, И, TENSOR-G, то это изоморфно в прямой сумме D, И, ТФ, ПА, И, TENSOR-G. Для любого набора индексов — конечного, счетного, несчетного, неважно. Прямая сумма D, И, ТФ, ПА, 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 И, TENSOR-G. Получается… Если для экстов прямая сумма, скажем, счетного числа D, И, ТФ, мы берем здесь G и берем HOM. Да, там будет прямое произведение по И, по И, D, И, Т, G. И с прямым произведением уже работать с важнее намного. Поэтому там такой формулы не будет. Хорошо. Значит, это вот первая формула, которая говорит, что прекрасно можно раскладывать любые прямые суммы, какие угодно, и торы выносятся аддитивно. Так, теперь восьмое утверждение. Восьмое утверждение такое. Если я беру тор ZNA, то это должно быть… То это из аморфно… Here… А… А… В… То есть ядру вот такого отображения. А умножаем на N и смотрим… То есть по трубу… То есть ядром вот такого отображения. То есть как это показать? Ну, как всегда, строим свободный результат в группу ZN. Короткий свободный результат. Завешиваем на нее тензор A. Это убираем, ставим нолик. Получаем вот это. Но ZN – это, конечно, A. Правильно? ZN – это снова A. Если это умножение на N, значит, это умножение в обратную сторону тоже будет умножением на N. Ну и вот если это F1, значит, мы ищем тор. Это вот тор-1, значит, это будет ядро вот этого отображения. Фактор по образу вот этого отображения. Да-да-да, извините, я с текстами перепутал, да. Да. Значит, ядро вот этого отображения, фактор по образу этого. Образ этого – это ноль, да. А ядро этого – это в точности ядро вот этого отображения. Все, да, все получилось. Так, теперь свойство девятое. Тор АВ равен нулю, если А или В свободной группы или хотя бы свободное окручение. или В свободной группы или хотя бы свободное откручение. Ну, давайте сначала докажем для свободной группы, а свободное откручение чуть позже. Значит, вот… Ну, если А – свободная группа, это совсем легко. У нас есть вот такой вот… Совсем короткий завет. Не… Стоящаясь только одна вообще. Что это – Ф1. Ну, значит, на месте Ф1 будет ноль. Правильно? Правильно? Вот. Если же теперь В – свободная группа. Значит, В – изоморф на прямой сумме Z по альфу. То вот мы выбираем свободную методу для А. Вот. И теперь все это домножаем на тензор Z альфа по альфу. Ну, смотрите, если у вас была свободная последовательность группы, точная последовательность группы, то при домножении на тензор Z у вас просто будет несколько копий таких последовательств. Братится прямая сумма. Значит, сумма свободных будет свободная, а сумма ацикличных комплексов будет ацикличных комплексов. Поэтому на месте Ф1 тоже у нас будет все новое. То, так сказать, прямая сумма по альфа F1. Распираем сумму альфа F1 на B. Вот. В этом месте будет. И получится ноль. Потому что точность сохраняется. Если у вас есть точные последовательности, то при взятии нескольких копий из них, не важно сколько вы взяли копий, конечное счетное число копий. В вас точно сохраняется. Вот. И поэтому гумологии будут нулевые. То есть получается, что если или А, или Б свободное окручение, не свободное окручение, а свободное окручение, а свободное окручение. Осуществование как и шестичленной точной последовательности. У нас есть короткая точная последовательность. Короткая точная последовательность. Вот. Тогда утверждается, что будет выполнено следующее. Что для любой А белевой группы А будет выполнена следующая точная последовательность. 0, Тор АВ, Тор АС, Тор АД, а потом это все идет АТЗВ, АТЗС, АТЗД. Вот такая интересная шестичленная точная последовательность. Вот откуда она берется? Сделано следующее. Ну, как всегда, для А мы берем короткую резольвенту. И теперь вот эту резольвенту умножим сначала тензорно на B, потом тензорно на C, потом тензорно на D и расположим по вертикали. Получается так, 0, F1, тензор B, F0, тензор B. И заменяем вместо А0, ставим нолик. Дальше, 0, F1, тензор C. Ф1, тензор D, F0, тензор D, нолик. Вот, а здесь соответствующее естественное. Ну, вот, применяем к этой последовательности как бы умножение на F1 с одной стороны. Берем вот получающуюся последовательность. Она будет снова точной, точной строки, потому что если у вас, если короткую точную последовательность, вы умножаете ее на свободную объемную группу, вы снова получаете короткую точную последовательность. Поэтому вот эта строка будет точная. Эта строка будет тоже точная. Эта строка будет тоже точная. На это просто нулевая. Мы что получим? Мы получили вот эта последовательность. Цепной комплекс. Этот цепной комплекс. И этот цепной комплекс. И они отображаются друг у друга так, чтобы короткие точные последствия возникают. Следовательно, получится у нас, если мы перейдем к гемологии, у нас получится длинная точная последствия с гемологией. Правильно? Длинная точная последствия с гемологией. Вот. Давайте посмотрим, что там получится. Ну вот, начинаем отсюда, с гемологии этого момента. Значит, образ этого по ядру вот этого. Это в точности и есть Тор АВ. Правильно? Потому что вот эта последовательность умножается на В. Следующие вот эти гемологии. Образ этого по ядру этого. Это будет Тор АС. Потом Тор АД. То же самое. А потом будет точность гемологии в этом члене. Гемологии. Это А, Тензор В. А, Тензор В. А, Тензор В. А, Тензор В. А дальше идут мыли, значит, получается звукается В. Значит, вот эта шестичневая последствия. Это просто длинная точная последствия с гемологией для вот такой короткой точной последствия комплексов. Понятно это, да? Вот. Хорошо. Вот. Теперь давайте докажем, из этого выйдет следующее одиннадцатое свойство такое, что Тор АВ заморфим Тору ВА. Давайте теперь для В рассмотрим короткую точную завету. В, F0, F1, 0. И вот для этой короткой точной последствии, как вот эта вот здесь вот она, применим вот эту вот функцию. Что мы получаем? Получилось следующее. Тор АВ будет 0, потому что это свободная группа. Правильно? Тор АС будет 0, тоже свободная группа. Значит, это дает нолик, это дает нолик. Значит, первый инструмент будет вот этот вот. Тор АВ. Получается Тор В, Тор АВ. Да, применим кодекс последствия, именно применим Тор с индексом Тор АВ. Потом отображается в А тензор F1, отображается А тензор Тор АВ. Тор АВ, Тор АВ. D — это B, B и в ноль. Да, и здесь вот нолик идет, потому что здесь нули будут. Давайте посмотрим на такую точную последовательность. Давайте посмотрим на такую точную последовательность. Здесь просто A — тезер, свободная группа, изображается в A — тезер, свободная группа. Значит, если я… А теперь я хочу написать, например, тор B, A. Я должен снова взять вот эту резольвенту, для B, и написать для меня следующую вещь. Тор B, A отображается в F1 — тензор А, отображается в F0 — тензор А, отображается в B — тензор А, отображается в ноль. А здесь ноль. Потому что это тор 1, а тор 2 будет ноль. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получается, что вот эти отображения, они просто естественные. Это просто вы на отображение F1, вот одна и та же последовательность, одна и та же последовательность, вы умножаете ее справа на F1. Смотрите, а как вы делили это получение? У вас должно быть V умножить на N1, V умножить на N1, V умножить на N1, V на A. У вас почему-то опасно? Нет, 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 я хочу получить вот этот тор A, B. Вот он. Тор B, а, тор B, а. Значит, я для B беру резольвенту и умножаю ее справа на A. А здесь мы что сделали? Мы сделали A. Вот здесь вот? Здесь мы воспользуемся вот этой шестичневной последостью. А здесь у нас осталось определение процедуры. Я для B беру короткую резольвенту и навешиваю тест-раз справа. Поэтому я получаю вот такую вещь. Вот. Ну и видно, что вот у нас есть одна и та же короткая резольвента. Я справа навешиваю, слева навешиваю тестер A. И вот это, это что такое? Это просто ядро вот этого отображения. Правильно? Кер, это у Фи. Фи один. Вот это, просто ядро этого отображения. Правильно? Потому что точное последствие. А это что такое турбо? Это ядро Кер-Фи-2. Ну а теперь понятно, что вы справ... Мы же знаем, что для любых C-тезер D канонически изоморфимы D-тезер C. Правильно? Социальное отображение коммутативно. И здесь, если я просто переставлю эти буквочки, переставлю буквочки, то у меня будут канонические изоморфизмы. И отображение будет коммутативно. Этот квадратик будет коммутативно, потому что здесь просто А это одна и та же абелевая группа, раз она всегда выбранная. А это не зависит от А, это просто набор гомоморфизма в другие группы. Ну поэтому здесь будет коммутативный квадратик. Значит, ядро будет одинаковое, что здесь, что здесь. Ну понятно, да? Получается, что Тор АВ изоморфим Тора БА. У Тораския венча был в опускном программу или в опускном программе? Да, да. У Тораския еще другое доказательство было, да. Там не было доказательства. Ну там было некое сообщение, что можно было взять вот тот-то, тот-то и вроде как там должно получиться. Вот. Но вот это доказательство точное. Потому что для вот этой строки мы воспользуемся шестичневной последовательностью, а для этой строки мы воспользуемся просто определением Тор БА, когда у нас есть резольвент на группу Б, и мы умножаем Тор АВ на А. И получается Тор АВ равно Тор БА. так, хорошо. Так, теперь двенадцатое свойство. Тор АВ равен нулю, если А без кручения. Это было свойство, когда А свободная группа просто. А без кручения, например, Q возьмите, а это же не свободная группа. А, ну вот, то есть здесь намного более сильные свойства, кажется. Вот. Но давайте смотреть. Вот у нас есть резольвент для А. и здесь вот отображение Фи. Тогда у нас что такое? Есть следующее. Фи тензор 1 изображает Ф1 тензор Б в Ф0 тензор Б. И его ядро это и будет в точности Тор АВ. Правильно? Ядро вот такого отображения в точности Тор АВ. Значит, Кер Фи тензор 1 в разделении это и есть Тор АВ. Вот. Значит, если я хочу доказать, что ядро равен нулю, значит, надо доказать, что-то инвективная, инвективная штука. Почему эта штука инвективная? В случае, если если Б без кручения, мы воспользуемся тем, что это то же самое, что Тор БА, и мы будем считать, что у нас Б без кручения. Здесь у нас используется свойство тротура В, рам, Тор БА, и можем переставить их, мы можем считать, что Б без кручения. Ну хорошо, пусть в этом ядре лежит какой-то элемент. Это сумма, конечная сумма по И, ХИТ, тензор на БИТ. Правильно? И теперь это, если это равно нулю, нет, нет, это равно нулю, куда оно отображается? Оно отображается в следующую сумму ФИ от ИКСИТОВА ТЭЗОР БИТОВА ФИ, ФИ это вот это отображение, ФИ от ИКСИТОВА ТЭЗОР БИТОВА Ну допустим, что это есть нолик, да, в этой группе, А это в группе ФФ0 умноженное на Б. Значит, если у нас вообще есть равенство конечная сумма каких-то тензорных произведений двух или нет равна нулю, это значит, что мы можем эту сумму преобразовать к нулю элементарными преобразованиями. Ну, таким, например, как альфа тензор гамма плюс гамма штрих равно альфа тензор гамма плюс альфа тензор гамма штрих. Вот таким элементарным преобразованием мы можем перейти от вот такой вот от вот такого суммы к сумме просто нулей. К сумме нулей. Ну и, соответственно, н альфа тензор бета равно альфа тензор н бета и так далее. Вот. Ну, это просто потому, что мы берем прямую, как определялся от этого произведения, мы берем свободную группу натянутую на все образующие и факторизуем их вот по таким отношениям. Ну, что значит мы получили ноль, используя конечное число вот таких вот преобразований? Это означает, что вот количество вот этих бэшек, которые были здесь и которые участвовали в этих преобразованиях, конечное. Правильно? А это значит, что они все лежали в группе б ноль, конечное порожденной группе, которая лежит в группе б без включения. Если у вас есть конечно порожденная группа, лежающая группе без кручения, значит у этой конечно порожденной группы кручения тоже ноль. Правильно? Значит это свободная группа. А для свободной группы у нас получилось, что этот элемент лежит на самом деле не просто вот здесь, он лежит здесь. Он лежит кер-фи-крест-1, f1-тезор-b0 в f0-тезор-b0. Это то, что я играю, конечная группа исключения. Но мы знаем, что это 0, потому что конечная группа исключения – свободная группа. Значит, это хитро будет нулевое. Вот таким хитрым способом мы доказываем то, что у нас, если хотя бы одна из групп была без исключения, то мы сводим это все к конечной упражненной группе без исключения, которая свободная. А для свободной группы мы уже доказали это свойство. Ну и пользуемся симметрично. Симметричность тоже. Тор-А-Б район Тор-Т от А-Б. Где Т от А поверут поключение. Ну и получается это так. Давайте рассмотрим следующее. Точную последовательность. Ноль Т от А. А фактор Т от А. Понятно, что это, конечно, короткая точная последовательность. Т от А лежит в А просто квад-группу, а это фактор группы. Вот эта группа, она без включения. Нельзя понять, что если обеогруппу отфокализовали по включению, то получили обеогруппу без включения. Значит, тогда точная последовательность шестичленная, наверное, будет такая. 0, тор b, t от а, тор b, а, тор b, а, а, фактор по t от а, дальше идет что-то еще, но это уже не важно. Но главное, что эта группа без включения, поэтому тор b от а это уже 0. Мы получаем 0, группа, группа, 0. Это последовательность точная. Та самая шестичленная последовательность для этой группы. Но если 0, 0, и эта последовательность точная, это значит, что это изм. Правильно? Значит, мы доказали, что тор a, b равен тор a, t от а, b. Ну и, соответственно, отсюда вытекает треолюс-продолжение, что это t от а, t от b. Тор. То есть, на самом деле, все сидит на кручении. Вот поэтому... Я представлюсь, только кручение плюс то, что без кручения. А, нет, 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 любая, не любая бесконечно порожденная обелевая группа есть, разлагается в прямую сумму своей части кручения и свободной части. Это только до конечных порожденных обелевых групп так. Это плюс что-то. Кручение и без кручения такого нет? Нет, нет. То есть, бывают такие обелевые группы, которые в них кручение лежит как-то, но фактор... То есть, вот это последовательство не обязано расщепляться в общей ситуации. То есть, вот это сюда, оно не обязано ставляться. Это одна из, как бы, главных проблем в описании бесконечных порожденных обелевых групп, это когда все-таки подло покручение, оно составляется так, что это расщепляемая последовательность получается. В общем случае, это не так. В общем случае, это не так. Следствие какое мы можем получить из этого утверждения? Это следствие 14. Мы получаем, что... Тор... Тор от Zn, Zn... А сюда умножение на M... Это... Пока это следствие не из 13, а это было следствие из того пункта, помните? Тор... Это когда... Вот если будет здесь А группу, здесь будет АА умножение на M. А что получается? Если у вас есть Zn, Zn умножение на M, и вы уберете ядро. Легко понять, что это будет Zq, где Q, где Q, это Nod, N и M. Это просто упражнение по алгебре, это теория чисто простая. Да? Что если вы берете конечную циклическую группу Zn, и умножаете ее на M, то ядро вот этой штуки, это в точности Zq, где Q, это Nod, Nm. А что же тогда получается в следствии? Значит, пусть у нас есть A и B. A и B. Давайте, это 15. Вот следствие 15. А и B, конечно, порожденные Абелевы группы. Тогда получается, что тор от A и B изоаморфен просто вручению в A тензорно вручению в B. Почему? Потому что вот это Q, это на самом деле Zn тензор Zn. Ну, немножко по другой причине, но это тоже так. Zn тензор Zn, это Zq, Nod. Получается, что если для элементарных вот таких кусочков у нас получилось, то для любых, конечно, порожденных групп А и B каждый из них раскладывается как? Это Z в какой-то степени B плюс Zn1 плюс, и так далее, плюс Zns. А это, скажем, Z в степени B с волной плюс Z в степени N1 с волной плюс, и так далее, плюс Z в степени Nt с волной. Ну, тогда тор от вот этого и вот этого во-первых, уходит с Z, правильно? потому что мы переходим к кручению. А кручение прямой сумм раскладывается по парам, потому что тор раскладывается. А для каждого Zn и Zn я получаю вот эту картинку, я получаю их зерное произведение. А потом снова я могу собрать это все. Собрать. Значит, вот получается Т от А Т от Зерного Т от Дупра. Вот этот факт, он как бы не совсем прямолинейный, он в смысле случайный, но тем не менее это оправдывает, в частности, оправдывает аббревиатуру тор кручения, да, что кручение это общее кручение, то есть Т от Зер А, Т от Зер Б. Это общее кручение. А что у нас есть теорема универсальных коэффициентов для гомологии, что она говорит нам? Ноговорить следующее. Универсальные коэффициенты для гомологии. Ноль в hn от x тензор g, hn от x с крестентом g, и втор hn-1 от x с крестентом g в ноль. В частности, первый случай, если g, скажем, это q, по верстанинам их чисел, да, тогда вот это уже сразу ноль, потому что q без кручения это ноль. Получается, что у нас hn от x коэффициентов в q просто изоморфно hn от x тензор g для любых групп, не обязательно конечно порожденных. Чтобы получить рациональные гомологии нашего расстанца, она просто может назвать рациональные числа и н-ной гомологии. Что в частности в принципе неверно для кокомологии. Для кокомологии эта форма неверна. Вот. И конец 17-й 17-й пункт такой, что если у нас есть вот это и это это конечно порожденные конечно порожденные абелевы группы, да, что будет, что если, ну, как всегда, с полями проще всего работать, да, с z самая сложная ситуация, да, с полями проще. Если я вместо q возьму zp, то здесь будет просто честное умножение t на zp. Как оно умножается на zp? Если у вас было z в какой-то степени b плюс zp сколько-то раз плюс zp квадрат сколько-то раз плюс тогда zp в степени сколько-то раз и плюс zq в степени t какие-то другие простые числа. Если вот вот это все вы тензорно умножаете на zp, то каждый слагаемый z дает zp отдельно. Каждая следующая слагаемая zp, zp, zp тоже дает zp. zp Получается, что здесь в этой группе будет столько экземпляров zp, сколько было число бете плюс количество вот таких вот элементов и плюс то же самое количество для n-1 номерной группы. Это вот такое приятное следствие. А теперь что у нас получается, что если у нас ашенны, если вот 18-й пункт такой, то что у нас x это z-цикличное пространство. То есть у него гомологии приведенные от x такие же как 2-0. z-цикличное то в силу этой формулы если это если это ноль, то это ноль, если это ноль, то это тоже ноль, если n равно единичке, то это z, но то раз z что угодно тоже ноль, потому что z свободная группа. Получается, что у нас если пространство z-цикличное, то есть у гомологии все как у точки с вычисленными, то у него оно и q-цикличное и z-p ацикличное для любого p. Ну это очевидно. Ну вообще для любой группы g-цикличное. А вот то, что не очевидно немножко, это то, что есть наоборот. Если у вас пространство q-цикличное и z-p ацикличное для любого p, то это было ацикличное пространство. Это было ацикличное пространство. Вот давайте это мы продумываем. Значит, мы смотрим сюда. Значит, если я ставлю сюда q, давайте я g, значит, если я ставлю сюда q, я получаю ноль. Ну здесь это ноль понятно, а здесь hn от x от q это значит какая-то группа а абелева. такая, такая, что а тезер q равен нулю. Правильно? hn группа такая а, что а тезер q равен нулю. Вот. И здесь тоже она будет встречаться на следующем шаге у нас получится, что а тоже тор а и q равен нулю. тезер q А, ну, тор а q равен нулю, это так понятно. Значит, а тезер q равен нулю, и вот здесь вот все эти группы будут встречаться, а если я возьму здесь zp, я получаю, что тор от какой-то группы а и zp равен нулю для любого простого p. получается чистая логопереческая задача. У вас есть одна абелевая группа А, одна абелевая группа А, такая, что у нее А тезер q равен нулю и тор А zp тоже равен нулю. для любого p. Вот надо отсюда вывести, на самом деле группа А была нулевая. Вот. Как это мы будем делать? Ну, давайте рассмотрим разрезаем вот такую. 0 z p z z zp 0. Мы знаем, что тор от а zp равен нулю. Значит, получается следующее. Вот применим вот этой короткой точке последовательности точную шестичленную последовательность. получаем 0 тор а z отображается в тор а z отображается в тор от а zp отображается в а потому что это просто а на z потом снова на а снова а а на z и наконец а т з z p это в 0 вот такая шестичленная точная последовательность. Но это то 0 потому что z свободная объема группа тор без включения 0 это тоже 0 тор от а z p получается следующее здесь умножение на p так да и мы знаем что вот это 0 мы же предположили что а zp 0 правильно значит это тоже 0 что у нас получается у нас получается 0 отображается в а отображается в p отображается а отображается а tensor zp в 0 но это точно это точно в этом ощущении была точность образ 0 а ядро это кер а p в а значит получается что у а нет p кручения правильно то есть если тор от а от p равен 0 получается что у а нет p кручения но если нет p кручения для любого p значит вообще нет никакого кручения правильно значит итак мы получили что а это группа свободная от кручения а теперь делаем следующий трюк рассмотрим такую вещь итак еще раз наша цель у нас есть произвольная абелевая группа сколько угодно сложно устроенная я знаю что а тезер q это 0 и тор а это 0 я уже доказал что а это группа без включения да значит надо теперь выяснить что если у нас есть группа без включения тезер на q равен 0 то сама группа равен 0 надо в это верить по крайней мере если у вас группа без исключения вы как бы натягиваете рациональные числа на нее получаете 0 значит сама группа была нулевая вот это сейчас мы аккуратно докажем для этого мы рассмотрим следующую паспиаз 0 z в q q q по z 0 и опять шестященную последовательность 0 тор а z тор а q тор а q по z дальше а тензорно на z а тензорно на q и а тензорно на q фактор по z 0 это 0 потому что у нас z без включения и свободная q без включения тоже 0 а у нас группа без включения тоже 0 получается что у нас точность в этом общении какая и а тензор q тоже 0 что получается такая 0 а тензор з 0 точная последствия правильно но а тензор з это а все получили что а вот это очень хороший способ использовать шестичленную последствия точную которая возникает точную точную последствию навешивания торов вот так хорошо значит ну вот собственно и все спасибо 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 спасибо